Здравия желаю, товарищи подписчики и зрители канала, с вами снова Паша Фриман И сегодня у нас речь пойдет о новинке Франции, патча Небесные Стражи, а именно о Чарфа ЦМ-2С Это у нас с вами низкоранговая новинка, которая по сути почти такой же танк, как и 2С-бис, но без фугасницы и немножко с другим орудием Во всем остальном они уже очень сильно похожи И начнем мы с боевого рейтинга Он у нас по сравнению с фугасной версией этого танка повысился до 2.3 Что по идее должно сделать его более опасным, но на самом деле тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд Сейчас мы с вами разберемся, какие в нем есть плюсы и как он вообще играется И давайте начнем с разницы между 2С-бис и обычным 2С Во-первых, у нас вместо 155-мм гаубицы, теперь используется 75-мм пушка APX Canon D75mm 1897 года И она стреляет неплохими камерными снарядами МЛЕ 1916, хоть у них очень слабый пробой, вплотную всего 55 мм, но на борту у них 285 грамм тротила А это на секундочку почти на 100 грамм больше, чем у советских деструкторов И это на боевом рейтинге 2.3 Да, к сожалению, это орудие не может похвастаться бронепробитием и на средней и дальней дистанции вы мало кого сможете вообще пробить Но пробитие это не все в артандре, потому что бывает такое, что вы машину не пробили, например, какого-нибудь пазика Но избыточного давления 285 грамм тротила достаточно, чтобы уничтожить весь экипаж без пробоя Такое иногда тоже происходит Также данное орудие стреляет и фугасными снарядами У них 11 мм пробоя и на борту почти 700 грамм в тротиловом эквиваленте Они больше подают против каких-нибудь зениток Но против танков, в принципе, ими пользоваться нет никакого смысла Что же касается перезарядки, то на экспертах она составляет около 6,5-7 секунд Что достаточно долго для таких боевых рейтингов И многие противники будут стрелять намного чаще, чем вы В 2, а иногда даже в 3 раза Это уже не говоря про автопушки, которые с вами тоже могут встретиться в одном бою Так что если вы будете открывать огонь, делайте это прицельно по уязвимым местам на технике Но, к сожалению, я могу отметить тот факт, что при попадании в низ списка против боевых рейтингов 3-0 и 3-3 Мы уже с вами практически никого не пробиваем в лобовую проекцию Тут мы можем только в борта расстреливать Но для этого надо кого-то объехать Ну, либо если противник будет как-то не очень внимательно ехать по карте И встанет к вам бортом, то тогда вы сможете в него выстрелить Правда, тут есть некоторые проблемы Чтобы объехать, нужна скорость А у нас ее нет Максималка у нас 15 км в час вперед Ну и назад тоже 15 км в час мы едем Так что задний ход у него как раз-таки хороший Но мы с вами не успеваем не занимать ключевые позиции Не приезжать первыми на захват Да и, в принципе, даже хотя бы вторыми или третьими Мы приезжаем обычно где-то в последними А пока мы едем до поля боя Нас уже могут объехать какие-нибудь очень опасные противники Типа, например, какой-нибудь Пумы Или, например, Пазиков-третьих Не говоря уже про советские БТ Так что в плане подвижности машина, конечно, крайне печальная И на месте крутится тоже медленно Да и скорость поворота башни тоже не радует На экспертах она составляет где-то около 10 градусов в секунду Чего недостаточно для того, чтобы внезапно появившийся противник Получил от вас выстрел Ну или в городских условиях на близкой дистанции Вы тоже будете не успевать поворачивать свою башню Но зато у нас супер-мега-крутые углы вертикального наведения От плюс 20 до минус 20 градусов То есть мы можем стрелять практически вниз под себя И даже если какая-нибудь низкая машинка подъедет к вам вплотную Вы все равно сможете в нее выстрелить Во всяком случае в передней полусфере Потому что орудие назад у нас навестись не может Горизонтальные углы наведения у нас ограничены Плюс-минус 140 градусов Что же касается защиты нашей То есть брони Она не сказать бы, что вообще у нас есть Во лбу корпуса у нас 45 миллиметров В башне 35 в круг И борта корпуса у нас защищены всего на 22 миллиметра А это означает, что зенитки с крупнокалиберными пулеметами И тем более с автопушками Нас в борта спокойно расстреливают Ну и точно сброшенная бомба Тоже от нас толком-то ничего не оставит Поэтому похвастать броней данная машина Может иногда только в топе списка Против боевых рейтингов 1.3, 1.7 Но если вы будете немножко подворачивать ромбом Закрывая гусеницами свой ВЛД То шансов на выживание у вас будет немного больше Кстати, насчет выживания Экипажа у нас 12 человек Которые разбросаны по всему отделению танка В разных местах И уничтожить эту машину Не всегда будет получаться у противника быстро Да, может произойти подрыв боекомплекта Но в большинстве случаев мы с вами можем переживать Очень большое количество попаданий При этом продолжать еще и вести бой Правда, наводчик у нас всего один И если вам его выбьют Вы уже вести огонь не сможете Плюс вам еще могут сломать казенник От чего вы тоже, соответственно, будете страдать немножко Но, кстати, за счет того, что мы едем довольно медленно А также из-за скорости вертикального наведения под 10 градусов в секунду Мы с вами неплохо стабилизируем орудия на ходу Хоть у нас и стабилизатора на танке нет Так что мы можем с вами стрелять просто с ходу А это очень хорошо Еще у нас есть два пулемета Один спереди, один сзади Калибр 8 миллиметров Но они пригождаются только против каких-нибудь зениток открытых Также вы будете часто сталкиваться с поджогами баков Потому что они находятся у нас сразу за бортами А за баками у нас еще и двигателя стоят Постоянные поджоги это тоже довольно частое явление Особенно если вы будете пропускать противника к себе в борт И исходя из всего этого могу сделать заключение Что Чар ФЦМ-2С является неплохой машиной Только для аккуратного геймплея На низких рангах он, в принципе, проигрывает практически всем Кроме живучести Его все пробивают Его часто поджигают Вы его не можете никуда спрятать Потому что габариты у него просто какие-то испаринские Перезарядка и скорость поворота башни у нас тоже достаточно долгие Поэтому против каких-нибудь шустрых противников Мы будем, конечно, практически бессильны Поэтому лучше используйте его на дистанции где-то 500-600 метров А на таких расстояниях наши снаряды уже пробивают далеко не всех Поэтому придется немножечко подъезжать поближе И использовать хоть какие-то складки местности или укрытия Но желательно, конечно, иметь поддержку своих союзников Но на таких низких рангах практически никто этим не занимается С одной стороны, машина достаточно фановая Но, как по мне, лучше уж премиумную версию 20 бис с фугасницей И она намного веселее играется Поэтому целенаправленно его выкачивать Я бы, наверное, вам не советовал Хотя и в принципе можно Это начальные ранги Они прокачиваются буквально там за несколько боев И почему бы и не поставить его себе в коллекцию Так что новинка получилась 50 на 50 Вроде норм, а вроде не очень Своим мнением по поводу чаров CM2C делитесь в комментариях Я их обязательно почитаю Если ролик вам понравился, не забывайте ставить лайки Подписывайтесь на канал, если еще не подписались Также вступайте во все мои социальные сети И на мои другие каналы В особенности на Дзен и на ВК Плей Если же вы донатите War Thunder довольно часто Или в Enlisted с Кроссаутом То делайте это по моей реферальной ссылке Тем самым вы немножко будете экономить с каждой покупки А также получите в War Thunder мою блогерскую наклейку в подарок А если у вас появилось желание поддержать меня напрямую То я вам советую рассмотреть подписку на Boosty Там вы получите ранний доступ ко всем видеороликам А также эксклюзивный контент и подборки без цензуры Все ссылки будут в описании С вами был Паша Фриман Всем удачи, счастливо и пока-пока